Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 651. События дня. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя. Я устал миловать. Фрастам Гусейнов. Я отвечаю. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Ну как можно сказать, вот ты помогай ближнему, ненавидь врага. Ну что Евангелие написано, то и делай. Ну и далее. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах. И чтобы мы были искренне готовы служить Христу и в горе и скорбях. Интересно. Переделаны прямо строчки. Я знал это 50 с лишним лет назад. Нам жизнь дана нести святое слово в сердца людей, томящихся в грехах. И чтобы ты и я были готовы служить Христу и в горе и скорбях. Вот как было хорошо. С сомнением, прилетевшему порою, проникающим, то ли умнейшим, то ли что. Как христиане твердо скажем прочь. Наш друг Христос божественной рукой поможет все преграды превозьмощь. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся. Христос на нас взирает. Он хочет просьбу наши услыхать. Он хочет силы и здоровья дать им, чтобы живя нам здесь, живя нам прославлять. Вот видите, какие изменения здесь. Я ее наизусть знал, часто рассказывал и пел. Матфея 5, 16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Ну, что можно на это сказать? Это просто надо жить этим. Вот так. Что здесь живя, его нам прославлять. Воскресный день. Что у нас было, как всегда, утром помолиться. Выпал снег. Первый снег. Пришлось шапку надеть. Но утром пораньше я выехал, проверил капканы. Все как надо. Нормально. Ничего не изменилось. На улицу высшее собрание краткое было. Ну, а потом в час дня занятия. Это все Володя заснял. Будет потом выставлено. На занятиях было интересно. Никита принес свой аппарат, видео. И показал тему. Ролик. Там, где наш батюшка зафиксирован. Называется Александр Калинин. И протоиерея у меня в гостях. Вот оно как выглядит. Ну, а далее каждый своим делом занимался. Пастухи, пасут, пастух. А мы дома. Ждали Виктора, что приедет Савченко. Но он еще в городе остался до среды. Там, видимо, какие-то дела свои делает. Ну, и все. Такого ничего нету больше. Показать наши ресурсы. Вот мой мир. На него переходят, перетаскиваются автоматически мои ролики. Занятия, по слову Божию, уже перенесено. Больше ничего нет как будто бы. Нету. Ну, и глянточный наш форум православный очень большой. Ну, людей немного посещает. Но 1600 тем. Сейчас глянуть. Сегодня сколько тут. Страница недоступна. Почему? Непонятно. Чего-то не хватает. Нету. Пытаюсь возобновить ее. Нету. Вару снова нажал. Посмотрим. Может быть, откроется. Нет, не открывается. Ну, и нету, значит, нету. Ну, наш видеоканал. Сегодня пять роликов поставил. Тридцать два просмотра. За двадцать тридцать пять минут. Ну, вот так идет. Помаленьку. И очень большой наш ресурс. Это сайт. Сайт во свете Библии. Открытым оком. Вот интересно. Нету. Стоит на одном месте. Крутится. Ну, утро ранее. Потеряевка. Потому что заказчика тут идет. Видимо, не тянет. Ну, и ладно. Не тянет, не тянет. Нету. Не открывается. Я каждый день показываю это. Вот. Допустим. Само по себе. Там 4124 вопроса, ответа. Ну, а войне там сейчас идет. Ну, можем взять. Вопрос 2969. 15-й том открытым оком. Это книги у меня вышли. Тридцать три книги. Если среди членов вашей общины ветераны войны. Ответ. И такие нашли покой. И здесь и славят Бога за все. Кавычки. В 1996 году по совету моей жены Александры Ивановны я познакомился с членами общины. Братьями и сестрами. Посещал занятия по изучению Библии. А в 1997 году принял Таинство Крещения. Мне очень понравилась община, как родной дом. Когда я болел, меня часто посещали члены общины. Братья и сестры. Я рад был и доволен их заботой. Особенно хорошо себя чувствуешь, когда молятся о тебе. Братья и сестры становятся как родные. Я очень благодарен им за их заботу о нас, пожилых пенсионерах. Что касается воссоединения с московской патриархией, то можно пока воздержаться. Пока не будет прекращена торговля в церквах и платные услуги церкви. Писал 29 января 2006 года Чернявский Иван Семенович. 1927 года рождения. Инвалид Великой Отечественной войны. Раненый 1 мая 1944 года в Молдавии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями. И вот телефоны. 1 царств 31.3. Это я уже подписываю. И битва сделалась жестокая. И стрелки из луков поражали его. И он очень изранен был стрелками. Притча 8.35. Потому что кто нашел меня при мудрости, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. Ну а Русобе то стихотворение было. Ему бы жить да жить. Так говорят. Я говорю о Коленьке Рупсой. А коротко продерну. Вот так. Можете прочитать, если не слышали. Задерживать немножко. Тормознуть и прочитать. Вот так. Можно еще один было вопрос взять. О войне. Вопрос 3130. Из покан веков русские защищали родину. Россию от нашествия татар. От нашествия иноверстов на православие. А вы говорите, что родину не надо защищать. Ответ. Я и не говорил, что не надо защищать. Это я на кафедре в университете говорю. Безбожники пусть и защищают. Если у них кроме земного отечества и нет ничего. А у нас есть небесное отечество. Мы его и охраняем от еретиков. Нам от Бога заповедано быть сынами мира. А кто хочет, пусть защищается с оружием в руках. Земное отечество ждет своих героев. А небесное ожидает подвижников мира и благочестия. Но расплачиваться за грехи придется. И когда мера превысит предел, тогда и безбожные войска не помогут. И будут испепелены в раз. Судей 10.6.7 Сыны Израиля продолжали делать злое перед отчами Господа. И служили Ваалам и Астартам. И богам арамейским, и богам сейдонским. И богам мавицким, и богам аммонитским. И богам филистимским. А Господа оставили, не служили ему. И воспалал гнев Господа на Израиля. И он предал их в руки филистимлянам, в руки аммонитянам. Число 32.14 И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господина Израиля. Ни Гитлер не Сталин, ни Жириновский. Никто не родится по самохотению. Они могли в зачатии погибнуть. Но бог их допустил. И не надо от этой кары отходить. Люди хотели сопротивляться. А разве царскую власть не защищала Антанта? Разве в белом движении были все глупые? А разве не блистали умом генерала, как Колчак и Деникин? И Корнилов? Не устояли. Пролита кровь была, и ничего не добились. А этого и не надо было делать. Надо было смиренно принять ту кару, которую мы заслужили. Мы прорубили в Европу окно. Провалилась туда наша старая Русь. Получили, что хотели. Нужно рассчитываться. И надо мужественно в этом учиться быть. Сопротивлялись, и было себе бесполезно. Давайте на этом учиться. Пришло время родиться какой-нибудь еще Миша, Володя. И он отправит народ куда надо. Если бы у нас такой большой страны не было, как пишет в архипелаге ГУЛАГе Александр Александрович Солженицын, то жили бы мы совсем по-иному. Самый большой проигрыш был для русских Полтавская битва. Швеция тогда проиграла и стала одной из самых богатых и благополучных стран в Европе. Как только выиграли тогда, так все беды на нас и покатились. Если была бы одна Рязанская область, то все бы революции кончились на одной области. А нам пришлось за эту огромную империю 110 миллионов жизней заплатить. Атеистический эксперимент с 1917 года еще далеко не закончился. Защитили? А что защитили? Какую родину? Кому ее отдали? От океана до океана, от севера до самого юга. И все в один момент сатане отдали. И 70 лет тризну дьявол правил здесь. Пир сатаны. Я приносил книгу, тайные ленинские документы. Сколько жертв было. Вся земля пропитана кровью до центра. Я только сегодня в тюрьме был, проповедовал. И когда вышел оттуда, и только детскую тюрьму прошел, среди несовершеннолетних, в лес вошел, где мемориал жертвам, вижу, стоит человек. Он говорит, а что это такое? Спрашиваю, а разве ты не местный? Как здание называется? Тюрьма. А вот они в кожанках-то. Людей никуда далеко не уводили. Здесь расстреливали. А ребятишки-то неглубокие могилы братские раскопали. Кое-то у кого, может, золотишко на зубах было, выдрали. Черепа валяются тут же метров на 300 от тюрьмы. Тут же ямы, ямы, ямы. Мы все перефотографировали, и я позвонил в КГБ. Милиция приехала, все кости собрали, выставили охрану. Там тысячи костей. Монашки в монастыре тогда жили. Их всех вывели и расстреляли. И никто не смог защитить. А одна из них, она не монашка, как и Накиня была, дня за три до этого оттуда вышла. Александра Тимофеевна Рязанова, живет на Пролетарской, 103, жила. Мы за ней еще ухаживали. А и у меня ее интервью есть. Она все рассказала, как видела. Я из первоисточника знаю про это. Мы имели громадную родину, а куда все пришло? К революции, к безбожеству, к философии и новой интеллигенции не знала. Бога не хотели знать. Ты хочешь знать, как жили? Считай роман Льва Толстого в воскресенье. Найди хотя бы один образ в христианской литературе, не считая старца Зосима у Достоевского, братьев Карамазовых. Вообще в литературе нет героя христианина. Пушкин, гений, гордость. Где христианский образ у него? Талант непостижимой глубины. Но ничего в нем евангельского нет. Татьяны, шорохи, платьев, только и всего. Куда все ушло? Такова вся русская интеллигенция. А они Бога не знали, воевали, стреляли друг в друга. За что? Погибали неокруженные любовью, потому что некому было поддержать их. Считай, в вакууме были тот же самый Пушкин, Лермонтов. Отчего они все погибли-то? Погибали, не было любви вокруг них. Так зачем же такая родина, где истинного Бога не знают? Павел Первый Петрович войска в Индию отправляет. Всех казаков поморили дорогой. Нужна нам эта Индия. Вперед, во Францию. Куда ни погляди, везде война, война, война. Убивали, а все кончилось, опять же, ничем. Все рассыпалось. Пришли-то мы к краху. Родину имею на небесе. На небе. Забочусь о русском народе, чтобы они узнали истинный путь Христа, ибо другого нет. И апостолы шли, не признавая никаких границ. Вот это главное. Филиппийцам 3.20. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Исисянам 3.15. От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Вы слышали, что стены помогают в своем дому, когда в нем все едины. И город защитится от поганых, когда вокруг натыканы им мины. Стена в застенках. Это не про нас, хотя мы там наматывали срок. Но и во внутренней темнице Бог нас спас. Не сам же я те беды превозмог. Стена непонимания разделяет. Один народ от остального сброда. Так понимают все израильтяне. Благодеяния обильные им отроду. Но вдруг стена Ерехона навзничь. До основания вздрогнула, качнулась. Ни девочка там не спаслась, ни мальчик. Без выстрела и без единой пули. Бог Иегова приговор свершил. Над теми, кто за каменной стеною. Стратеги вражеские были хороши. А ныне под развалинами воют. Бог нам стена. Все стены разрушает. Соединяет прочих с иудеем. Так слушайте не только лишь ушами. А сердцем о Христе мы все сумеем. Мы за Христом, за пазухой, за стенкой. В обедах легче с верой толковать. Все остальное временно и тленно. Крест увидав, поганый сгинет вспять. Теперь вы знаете, что Иисус – стена. В апокалипсисе измерены те стены. Душа из-за стены не выходи одна. Броней веры пусть Христос оденет. Сектантские плетни и грозьба. Смешные, убогие, дуновения рухнут. Где гордый тир, там сушит сеть рыбак. От стен гигантских не осталось слуха 15-го, 8-го, знаете, Лапнин. Ну вот на этом сегодня и все.